Добрый день. Да, меры господдержки у нас в стране работают, существуют. И поскольку мы очень часто с ними сталкиваемся, то существуют определенные мифы и устоявшиеся стереотипы, которые наши промышленники для себя создают. Я расскажу сегодня о пяти мифах бизнеса, о мерах господдержки или почему нужно обращаться к государству. Основным вызовом с 2014 года в нашей стране является политика импортозамещения, так и определил наш президент. Достаточный уровень понимания программ господдержки – это основа правильного диалога государства и бизнеса. Почему меры господдержки и взаимодействия с государством являются хорошим решением для бизнеса? В первую очередь, потому что это позволяет вам вовлечь своих местных и зарубежных партнеров в процессы локализации и импортозамещения. Это позволяет вам внедрить новые технологии, приобрести их, разработать. Ну и самое главное, это упрощает процесс инвестиций в промышленность. Вы спросите, как это возможно? Ну, естественно, с мерами господдержки. При этом очень интересная история, что в каждой мере существует определенный результат, которого должен достичь промышленник. И в нашем случае зачастую это именно условия локализации. Соответственно, как только вы достигаете определенных условий, перед вами открывается новый рынок. Это 44-й и 223-й федеральные законы. Это госзаказ. Ну, поскольку мы разговариваем о мифах, разберем типичный миф номер один. Если нет связей, господдержку не дадут. Дадут. Обязательно дадут. С 2014 года также у нас в стране начали развиваться институты развития. Например, Фонд развития промышленности, Корпорация развития Дальнего Востока, Арктики, Агентство стратегических инициатив, Инновационный центр Сколково, Корпорация МСП и много других. Если вы спросите, как возможно быстро и просто получить господдержку, позвоните в один из этих институтов, и вы поймете, что бюрократические барьеры, которые вы создаете у себя в голове, они ликвидированы за счет работы команд. У многих предпринимателей до сих пор в голове складывается ощущение, что можно взять деньги и не отдать. Ну, я вам честно скажу, что нет, нельзя. У каждой меры поддержки, к которой вы обращаетесь, существует определенное регулирование. Это отчеты ежемесячные, ежеквартальные, годовые. И при этом нельзя забывать, что к вам будут приходить различные проверки. Вы скажете, ну и что, я смогу организовать таким образом реализацию проекта, что все у меня пройдет хорошо. Уточните у своих юристов, если вдруг у вас возникнет вот такая вот идея, о том, что вас ждет за несолевое расходование бюджетных средств. Вас ждет определенная ответственность. Еще один миф, с которым мы сталкиваемся, что меру поддержки получить очень сложно, требуется много документов и отчетов. Честно, не сложно. Очень важен системный подход. Когда вы занимаетесь бизнесом, то считаете каждый рубль. У вас существует бизнес-план, бизнес-стратегия, учет средств. В примерах господдержки реализуется абсолютно все то же самое. Для того, чтобы вы ее получили, вы формируете определенный бизнес-план, вы показываете определенные бюджетные коэффициенты, вы показываете результат. Соответственно, с чего начать? Вам нужно внедрять подходы на своих предприятиях и систематизировать все процессы. Еще один миф. Страшно, не смогу отчитаться. Но все на самом деле очень просто. Если вы выполняете все условия соглашения с государством, то деньги вам возвращать в государство не придется. Соответственно, если вы их не выполняете, то также с вас спросят. В каждой мере поддержки есть послабление. Допустимый процент выполнения и отклонения. И сроки, в которые требуется согласовать данные условия. Главное, не забывайте, что в диалоге с государством, как и в диалоге с бизнесом, вовремя нужно выходить на этот диалог. А если что-то пойдет не так, создавайте резервные фонды. Мы часто сталкиваемся с компаниями, у которых оборот 700 миллионов рублей в год. И достаточно сложно даже 10 миллионов найти на развитие, на старт какого-то нового направления. Поэтому резервные фонды вас спасут. Ну и очень часто я слышу такой момент, что такое вообще меры господдержки. О них нигде не говорят. Буквально две недели назад разговаривала с коллегами, которые решили организовать промышленное производство. И вот они мне адресовали такой вопрос. Ну, о них говорят. Говорят очень много. Если вы откроете интернет и введете то, что вас интересует, например, мир и поддержки промышленности, у вас сразу же откроется очень много ресурсов. И самое главное, что у каждого института развития существует собственный сайт, на котором очень подробно рассказываются все условия. И самое главное в этом, что за каждым институтом развития закреплена большая команда ребят, которые за руку проводят бизнес, помогают оформить все документы и помогают найти ответы на поставленные вопросы. Несколько примеров. ФРП. Сайт внизу указала. На сайте четко описаны все проекты, которые возможны. Вы можете получить займы на проекты развития, на комплектующие изделия, на лизинг. Существуют региональные фонды, где меньше объема финансирования, но также все доступно и просто оформлено. ГИСП. Это вообще один из моих любимых ресурсов. Там опубликовано 2464 меры поддержки. Активные меры 2238 на сегодняшний день. Неактивные 226. Там вы можете найти специальный инвестиционный контракт, информацию про кластерную инвестиционную платформу. И про 719 постановление правительства. Вы там найдете различные реестры и промышленных технопарков, и российской промышленной продукции. Вы там найдете отсылки и на фонд развития промышленности, и на другие фонды. Также у нас существует агентство по технологическому развитию. В нем вы можете получить гранты по программе стимулирования производств. Стимулирование разработки технической документации на стандартные образцы. Что тоже очень актуально. Что такое трансфер технологий, можете посмотреть у них на сайте. И многое другое. Это только малая часть. Это инвестиционные порталы, фонды содействия, инновационные кластеры, фонды развития интернет-инициатив, стратегических инициатив, корпорации МСП. В общем, я всем желаю бороться со своими стереотипами, быть открытыми к новому, не бояться взаимодействия с государством. Спасибо. У меня вопрос на засыпку. Вы перечислили сотни и даже тысячи разных мер поддержки. А ваша компания готова по любой мере к поддержке оказать поддержку? Мы работаем по очень такому понятному подходу. То есть к нам приходит бизнес, у них есть запрос. Последние запросы у нас – это завод в Арктике и ферма по производству овечек. Соответственно, под каждое направление происходит сначала мониторинг всех мер поддержки, выборка актуальных мер поддержки под сферу влияния, под сферу интересов. Расписывается трек по мерам поддержки. То есть сегодня вы хотите построить завод, а завтра вам надо уже реализовать продукцию. И мы формируем системную карту, где можно что получить, каким образом это правильно упаковать и каким образом достигнуть 44-го федерального закона. Потому что все равно политика импортозамещения подразумевает итог – это сделку, это продажу в 44-й. Конечно, мы можем даже научить, как этим пользоваться. Очень здорово.